Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 9 августа и вот именно в этот период, август, начало сентября, самое удобное время для выбора сортов для посева на будущий год. Для составления вот этого списка, почему именно сейчас? Потому что именно сейчас вы можете увидеть спелые томаты, можете посмотреть дегустацию, можете послушать о характеристиках сорта. Именно сейчас вот спелые живые помидоры есть и вы можете посмотреть на них и все прекрасно выбрать. Но опять же, смотрите, некоторые выбирают по картинкам. Вот картинки, которые, например, на пачках или там фотографии. О, все, красивый, хороший. Я сейчас вам расскажу про оптимально лучший вариант выбора, как выбрать, вот из чего составить список. Например, у меня список большой в этом году, 280 сортов. Все они красивые, все они вкусные, все они прекрасные, глаза разбегаются. Но все-таки тут должен быть свой алгоритм выбора, и список у всех будет разный. Я сейчас скажу вам, от чего зависит вот этот список. Потому что, смотрите, все мы живем в разных регионах, у нас у всех разные условия, разный уход. И нужно учитывать пять основных факторов, которые сильно влияют на наш список, какая у нас будет коллекция томатов на будущий год. Вот. Сейчас назову прям по пальцам, а потом по каждому пункту расскажу подробно. Первое – это регион. Обязательно надо участвовать. Так. Второе – это условия выращивания. Или будете в открытом грунте, или будете в теплице. Потом третье – назначение. Для чего он будет у вас? Для салатов, для консервирования, еще для чего-то. Потом обязательно учитываем количество времени, которое вы можете посвятить своим томатам. И пятое, самое последнее, но тоже важное – это сроки созревания. Если все вот эти вот пункты вы рассмотрите у себя, по полочкам разложите, и у вас составится идеальный список, который будет подходить именно вам, именно в вашем регионе. Вот если первый пункт рассматривать, конечно, все понимают, что регион – это один из важных критериев для выбора томатов, и нужно обязательно учитывать, где вы живете. Вот я живу в сибирском регионе, и я всегда говорила, у меня основная часть моих вот этих томатов – это именно сибирские, которые выносливые, которые неприхотливые. Вы все прекрасно видели нынче весной. У нас еще и в мае заморозок, и могут метели и снегопады быть. Поэтому, хоть я и выращиваю, конечно, и южные сорта, и заграничные, но основная часть у меня – это все-таки вот такие вот сибиряки, которые при любых условиях, при любой погоде дают стабильный урожай. Конечно, большинство – это толстоногих, я уже называла, это и Настенька Демидов, госпожа Удачи, сейчас Клуша добавилась, Сибирская Тройка, просто Тройка. Все, которые очень толстые, которые при подмораживании обрастают, которые, ну, которые, короче, неубиваемые. Все, регион мы разобрали. Если вы живете где-то в более теплых регионах, тогда, конечно, вам нужно брать любые томаты, если у вас нет морозов. А там, где могут примерзнуть они весной, нужно, конечно, основную часть брать вот такие со снежинкой, которые именно холодостойкие. Потом что? Условия выращивания. Ну, условия выращивания, это, конечно, все понимают. Выращивать, кто будет в открытом грунте и кто в теплице, нужно немного разные списки. Если в открытом грунте, то, конечно, вам нужно, скорее всего, те, которые успевают вызревать на кустах в открытом грунте. А в теплицу можно индетерминантные, которые очень длительное плодоношение. А в открытом грунте все-таки делают предпочтение на те томаты, которые по-быстрому, детерминантные, которые по-быстрому отдают урожай. Потому что вы знаете, что сейчас в августе уже сыра, фитофтора и эндотерминантные очень часто не успевают отдать весь урожай. Тут все очень просто. Потом. От назначения. Все мы делимся на таких несколько групп. Кто-то любитель консервации, любитель всяких этих заготовок. А есть люди, которые солонину не очень любят, любят покушать свежие. Значит, у них будет больше сортов салатовых, вот таких мясистых, крупных, и желтых, и красных. Тот, кто любит консервирование, тот, конечно, берут более вот такие для цельноплодного консервирования. Все эти сорта типа дамский пальчик, всякие сосульки, вот шарики, вот такие мелкие. Кто любит варить свою кетчуп, томатную пасту, они много высаживают томатов классического красного цвета. Потому что, ясно, томатная паста ни из оранжевых, ни из желтых уже не получается. Если вы любите то, то, другое, третье, то у вас в списке должны быть и салатовые, и для консервирования. Если любите для зимнего хранения, хотите положить на зимнее хранение, то в ваш этот список должно входить побольше тогда вот таких консервных сортов, потому что именно они долго хранятся, а не мясистые, вот такие здоровые. Потом еще, а, срок, что я не сказала, это срок созревания. Так, регион мы уже рассказали, потом, сроки созревания. Ну, тут еще все проще. Если вы любитель получить ранний урожай, то в этом списке обязательно у вас должны быть скороспелые, вот эти ранние, которые маленькие, которые компактные, штамбовые, которые быстро куст формируют, быстро плоды формируют, все. Если вы любите только вот мясистые, сахаристые, конечно, вам нужны вот эти салатовые сорта побольше в вашем списке должно быть. Если вы хотите продлить до самой поздней осени, тогда вам нужно включить и позднеспелые сорта, которые долго, ну, в конце осени дают такие большие плоды. Но с позднеспелыми сортами я бы не рекомендовала рисковать жителям тех регионов, у которых лето холодное, у которых лето короткое. Обычно они у нас не вызревают, и если они не районированные, а какие-то южные, там, с южных регионов, придется снимать их зелеными. Все. Короче, если нам подвести итог, как все-таки выбирать томаты, то мы все вот сейчас пять факторов пройдемся. Если живете в холодном регионе, выбирайте больше районированных, больше холодостойких, больше вот таких вот, ну, типа сибирских сортов. Тогда у вас, ну, урожай получите в любом случае. Если вы... так... это регион... потом... Если вы имеете теплицу, вам нужны индотерминатные сорта. Если у вас нет теплицы, то лучше детерминатные для открытого грунта. Ну, вот я, например, в теплице делаю совмещенные посадки. Половина детерминатных, половина индотерминатных. Вам нужно еще и это решить. Что вы будете высаживать в теплицу? Иногда в открытом грунте, если посеять пораньше, то вызревают и индотерминатные. Это вам тоже нужно подумать. Потом, любите ли вы консервировать? Или вам нужны больше вот такие крупные мясистые? Все это вы, когда... по срокам созревания. Любите ли вы... будете ли вы скороспелки садить? И в самом конце вы подумайте, сколько времени вы сможете посвятить своим томатам, потому что от этого тоже сильно зависит вот этот список наименования. Если вы огородник выходного дня, приезжаете только на субботу-воскресенье, вам некогда будет за ними ухаживать тщательно. И тогда я советую много индотерминатных сортов, которые требуют повышенного внимания. Не высаживайте. Остановите свой выбор больше на детерминатных сортах, которые можно не посынковать, которые можно выращивать по принципу посадил и забыл. Сейчас вот много вот таких. Монгольский карлик. У меня вот демидов по принципу посадил и забыл. Нынче настенькая петруша. Первый раз я попробовала на ленивые грядки. Вообще ничего не делала. В конце лета покажу, что у меня получится. Не знаю, первый раз тоже их высадила. И вот от количества времени тоже зависит. Но, конечно, если вы пенсионер, если вы свободны, если вы все свое время готовы посвящать томатам, то вам нужно посадить любые сорта. Если вы будете ухаживать с утра до вечера, ежедневно, то тут нужно индотерминатные, лиановидные, любые там и томатные деревья выращивать. Но перед тем, как составлять список, вот эти все пять факторов вам нужно учитывать. Я это просто говорю для чего? Потому что, читая сообщения, я понимаю, я уже понимаю, соображаю, что люди выбирают по картинке, по красоте плода и не сильно задумываются ни о сроках созревания там, ни о его назначении и не думают, хватит ли ему времени на уход за этим томатов. Подойдите к выбору сортов, пожалуйста, осмысленно, одуманно. И тогда у вас на будущий год процесс весь этот пройдет намного легче, потому что очень много зависит от наших томатов, от их характеристик, именно от тех, какие сорта вы выберете. Какие-то действительно очень легко вырастить, они совсем не требуют ухода. А какие-то за ними, как за детьми, нужно ухаживать. Ну все, до свидания. Я надеюсь... А, и два слова моим заказчикам. Вы видите, что я каждый день вам в видео показываю, что я собираю, режу, потрошу, собираю, режу, потрошу томаты. И кто-то пишет, что вот я отправил перевод, нет еще номера. Дорогие мои, я просто не успеваю. У меня нет отдельно человека, который сидел во мне, принимал заявки, отправлял все это, я делаю в свободное время от заготовки семян. Потерпите, я всем объясняю. Если вы отправили платеж, вы уже автоматически стоите в очереди. Вы у меня же записаны в тетради, но рассылать всем номера сейчас у меня нет возможности. Я по мере сил помаленьку отправляю. Будет процесс этот длительный. Ни один платеж еще не пропал за предыдущие годы. Не расстраивайтесь. Если вы отправили оплату, если у вас есть чек или хотя бы данные перевода, ничто никуда не денется. Сбербанк у нас работает четко, как и другие банки. Все это везде зафиксировано. Никто вас не потеряет. И в любом случае вы свои семена получите. Все, до свидания. Желаю вам спокойствия, не тратьте нервы. Спокойно любуйтесь на помидоры, выбирайте сорта. Вот эти все пять факторов осмыслите, подумайте. И не думайте о своем платежении. Куда он не денется? Ну, некогда. Всем отправлю постепенно. У меня в прошлом году, я вообще в начале сентября на 20 дней выпала. Я даже видео не снимала, не выходила в интернет. Я заготавливала семена, потому что заготовка качественных, сильных, здоровых семян, это сейчас у меня в приоритете. Все остальное потом, надо их заготовить сначала, а потом будем разбираться. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok